Итак, теперь давайте мы попробуем с вами применить принципы, которые мы обсуждали в связи с Евангелием, к конкретному тексту. Мы возьмем с вами Евангелие от Матфея. Ну, сначала, для начала такой вопрос. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, пятую, шестую и седьмую главы, Нагорная проповедь, и скажите, пожалуйста, кому обращена Нагорная проповедь? И покажите мне это из текста. Вот из текста, пожалуйста. Значит, смотрите, какая ситуация. Иисус на горе, рядом с Ним ученики, немножко подальше народ. Учил их, скорее всего, учеников. А теперь откройте, пожалуйста, седьмую главу с 28 стиха. Народ удивился учениями его. Дальше. Ибо он учил, как власть имеющая, не как книжники и фресии. Ибо он учил кого? Их. Их. Народ. В данном случае народ. Народ. Значит, получается, что Нагорная проповедь обращена к двум группам людей. Во-первых, к ученикам, которые ближе к Иисусу. Во-вторых, к народу, который дальше от Иисуса, но его много. И вот эти круги приближенности мы с вами постоянно увидим, будем видеть. Мы знаем, что были 70, мы знали, что были 12. Среди 12 учеников были трое. Среди троих был ученик, которого любил Иисус. Это такие круги приближенности. Но Иисус охватывает своим служением и тот, и другой круг. Он обращается и к ученикам, и к народу. Чем изумило слушателей Нагорная проповедь? Потому что Он учил как власть имеющий, а не как фарисеи или книжники. Значит, Он говорил со властью. Он говорил как человек, который имеет право такие вещи говорить. Итак, ключевое. Одно из ключевых слов, одно из ключевых понятий. Здесь Иисус учит как власть имеющий. А теперь давайте с вами посмотрим на события, которые выстроены в следующей, в восьмой главе. И увидим, каким образом связаны между собой эти события. И как все они соотносятся с Нагорной проповедью. Говоря о Евангелиях, мы с вами упомянули принцип схожести по содержанию. Смысловой организации, тематической организации. Не обязательно организации хронологической. Дело в том, что вот уже в 20 веке исследователи Писания заметили, насколько полезно бывает рассматривать вместе, разные события, описанные в Евангелии. До этого чаще всего делалось так. Ну вот, Евангелие как лоскутное одеяло, как некая последовательность эпизодов. Каждый эпизод ценен сам по себе и не особенно связан с другими эпизодами. Сквозные темы, конечно, иногда есть. Но по большей части эпизодов существуют более или менее самостоятельно. Это фрагменты из древних рассказов о служении Иисуса Христа. В 20 веке все чаще стали обращать внимание на внутреннюю связь этих эпизодов. Связь, выстраиваемую по темам. Выстраиваемую тематически. Вот восьмая глава. Давайте посмотрим. У некоторых из вас уже есть план в Библии, поэтому вам проще. Какой первый эпизод восьмой главы, как бы вы его озаглавили? Исцеление кого? Исцеление будет несколько. Исцеление прокаженного. Совершенно верно. В чем необычность самой идеи исцеления прокаженного? Ну, то, что прикасаться нельзя было, может быть. Прикасаться было нельзя. Про Иисуса в третьем стихе говорится. Он простерш руку, коснулся его и сказал, хочу очистись. Он исцеляет, прикасаясь и исцеляет, говоря слово. Вообще говоря, при прикосновении к прокаженному должно произойти что? Да, события развернулись не в ту сторону, вектор не туда направлен. В принципе, при прикосновении к прокаженному проказа должна заразить того, кто был чист. Более того, иудей к нечистому прикасаться не должен был бы. Тем более тот, кто называет себя Богом. Иисус касается прокаженного и все меняется. Вот вам евангельский парадокс, о котором мы говорили ранее. Он говорит, хочу очистись. И он тотчас очистился от проказа. Значит, пока мы не переходим к следующему стиху. Какие качества Иисуса видны в этой части повествования? Кем должен быть Иисус или какими качествами должен обладать Иисус, для того, чтобы сделать то, о чем здесь говорится? Милосердие, наверное. Милосердие. Любовь. Любовь. Ну и, скорее всего, и сила, и власть тоже. Он показывает свою власть. Понимаете, можно сколько угодно быть милосердным, но проказ это все равно пристанет к тебе. Можно сколько угодно любить и обнимать прокаженных. И потом отправиться с ними в одну общую могилу. Это все правильно, это все хорошо, это все точно. Но, смотрите, изумила слушателя Иисуса именно власть. Он спускается с горы. В начале 8 главы мы читаем. Он спускается с горы, за ним идут люди. Ему встречается прокаженный. И он проявляет эту власть, исцеляя прокаженного. Обратите, пожалуйста, внимание на еще одно проявление евангельского парадокса. Иисус поднимается в гору и говорит о великом. Он фактически дает людям заповеди небесного царства, заповеди Божьего царства. Потом они спускаются с горы, и первое, что они видят? Прокаженный. А что первым увидели ученики, спустившись с горы Преображения? Помните, в 17 главе Евангелия от Матфея будет описано, как Иисус взял троих учеников на гору Преображения. И там они видели, как Иисус преобразился. Там они видели Моисея, там они видели Илью, все здорово. А вот они спускаются вниз с горы, и что они видят первым? Учеников, растерянных, толпу, и отца с больным мальчиком. И отца с больным мальчиком. И отец еще говорит, я их просил, вот учеников исцелить, а они ничего не сделали. Значит, смотрите, и в Евангелии вот эта последовательность очень частая. Я думаю, она частая именно потому, что такую последовательность мы видим в жизни. Вот духовная вершина, будь то гора Фавор, будь то гора благословений в Нагорной проповеди, а потом спускаемся вниз, а тут царство греха. Как сказал тоже один студент мне, у меня студент, участник христианской конференции, он говорит, слушай, я не знаю, почему вот так. Я говорю, а что? Он говорит, это студенческая конференция. Говорит, вот сейчас мы собрались, все христиане. Говорит, мы здесь живем две недели вот этой конференции, как на седьмом небе, в блаженстве. А вечером я сегодня сяду в поезд, приеду домой, в общагу, а там сосед ругается. Почему так? Да какие-то американские горки жизни. Я говорю, окей, ты открой, посмотри, ты открой Евангелие, и посмотри, собственно говоря, ничего нового ты сейчас не сказал. Вот оно было так же. С одной лишь разницей, с одним лишь отличием. Иисус имеет силу, чтобы не только проповедовать горнее, но изменять существующее здесь. Соответственно, Иисус имеет силу не только для того, чтобы укрепить тебя на христианской конференции, но и изменить сердце твоего соседа по общежитию, если ты позволишь Иисусу, в частности, через тебя это делать. И вот его власть, его власть над этим прокаженным. А дальше, смотрите, что он должен сделать. Погади покажи себя священнику, по закону Моисеева, да, и принеси дар, какой повелел Моисей, воссвидетельство им. А в Нагорной проповеди он говорил, что он пришел не для того, чтобы отменить закон, не упразднить закон, а исполнить. И вот буквально через три главы, через две-три главы подтверждения он исцеляет, а потом отправляет показаться священникам по закону Моисееву. Хорошо? Следующий эпизод. Он приходит в Капернаум. Иисус приходит в Капернаум. И что там происходит? Слуга сотника. Слуга сотника. Что слуга сотника? Слуга сотника не может происходить. Что там происходит? Исцеление слуги сотника. Исцеление слуги сотника. Кого, простите? Сотник это кто? Это римский начальник. Римский воин. Ну, вы начальник, но небольшой. Ну, маленький, маленький, маленький начальник. И все же у него есть слуга. Римский сотник приходит просить Иисуса за слугу. А Иисус говорит, я приду и исцелю его. Опять власть, в данном случае над болезнью, как и в предыдущем случае. Но здесь по сравнению с предыдущим эпизодом делается шаг вперед. Сотник проявляет веру. Другому приди и приходит. И слуге моему сделает то и делает. Почему Иисус так удивился или изумился этим словам? Что в словах Сотника было для него удивительным? Пожалуйста. Этим словам он удостоверял власть Иисуса над болезнями, скажем, в данном случае. Сотник понимает, да, Сотник понимает, как работает власть. И удостоверяет власть Иисуса над этими болезнями. Сотник отлично понимал, как работает власть. И понимал, что эту власть имеет Иисус. И более того, в следующем ответе, в следующих словах Иисуса мы видим еще одну причину его изумления. И в Израиле не нашел я такой веры. Не нашел такой веры. Значит, он увидел веру этого самого Сотника. Ответ на власть Иисуса – это вера человека. Иисус проявляет власть. Мы же имеем веру. И то, что имеется здесь вера, и то, что вера Сотника, и то, и другое, в данном случае, важно. «Говорю же вам», а дальше он изрекает пророчество, «говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягутся в Раамом, Исааком и Иаковом, в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Одиннадцатый и двенадцатый стих. Что это такое? Вот из тех качеств Евангелия, о которых мы с вами говорили, которые пронизывают Евангелие. Мы называли несколько качеств. Одно из них был евангельский... В чем парадокс состоит здесь, Сергей? Ну, парадокс, потому что свои не евангелят, а предпришедшие возлялся. Да, свои будут отвержены, потому что они не приняли. Но придут люди с верой. Которые возлягут в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. И мы, собственно, к этой группе и принадлежим. И все переворачивается. Только не с ног на голову, а с головы на ноги. Все расставляется так, как это Богу угодно. И сказал сотнику, иди, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Свершилось исцеление. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com В третьей главе Иисус пришел к Иоанну креститься и звучит голос Божий. «Се, Сын Му возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В четвертой главе Он с властью противостоит сатане. С пятой по седьмую главы Он с властью учит учеников и народ. И они это признают, они это видят. В восьмой и следующих главах Он показывает на практике свою власть над проказой, над болезнями. Но и это еще не все. 16 стих, следующий эпизод. Исцеления продолжаются. Он узнал Духом, Словом и исцелил всех больных, мы читаем. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». То есть исполнение пророчества Матфей видит еще не в крестной смерти, хотя в этом будет конечное полное исполнение пророчества, а в тех исцелениях, которые являет Иисус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok